Все произошло здесь, в селе Торунтаево, на прошлой неделе. Мама ушла получать зарплату и отправилась в гости к бабушке на небольшое застолье. За детьми присматривала знакомая соседка. Правда, ей на следующий день нужно было идти в школу. Поэтому мальчиков она оставила одних. В доме за старшего остался четырехлетний мальчик. Он и решил отправиться на поиски мамы, к бабушке. Оделся и взял с собой младшего брата. Правда, о нем позаботиться не догадался. Девятимесячный ребенок оказался на морозе в одном памперсе и футболке. В таком виде он полз по снегу какое-то время. На улице дети находились не больше получаса. Но за это время малыш успел получить легкое обморожение. Повезло, детей заметил проезжавший мимо сосед. Он подвез их до бабушки, вероятно, знал, чьи мальчики. То, что у младшего обморожения первой степени, родственники заметили не сразу. Кожа покраснела и покрылась волдырями. На данный момент состояние ребенка вполне ближе к удовлетворительному. После недели в реанимации малыша перевели в палату. Там он находится с мамой. Старшего сына отправили в социальный реабилитационный центр, куда привезли его ночью. Основанием для помещения стало заявление мамы в связи с трудной жизненной ситуацией. Мама приезжает каждый день, привозит гостинцы, они общаются с сыном. А почему ночью поступил ребенок? Ну, такая ситуация была, что привезли ночью. По словам прокуратуры и сотрудников ПДН, дома чисто, холодильник полный. Раньше семья на учете не состояла. Да и подобных происшествий не случалось. Но это ЧП запомнят надолго. Следователи возбудили уголовное дело. Мать обвиняет в неисполнении обязанностей. Причиной проступка мог стать алкоголь. По данным следствия, 31 января в течение дня женщина распивала спиртные напитки у родственницы. Со слов мамы, как она рассказывает, что она пошла 30 января зарплату получить своей матери, чтобы она ее не пропила и купила, видимо, дрова. Там они устроили небольшой корпоратив, выпила она там хорошо и осталась там же ночевать. Мама как вообще себя ведет? Часто ли приходит за напитками спиртными? Нет, за спиртным она очень редко. Они выбивали часто? Вообще не было никогда такого, чтобы за столик организовывали, устраивали? Вообще ничего не скажу. Они недавно заехали, не знаю. Если семья и вправду благополучная, почему мать ушла из дома и не возвращалась в двое суток? Полную картину того вечера еще предстоит узнать правоохранительным и надзорным органам. Лишите родительских прав, могут? Ну, в соответствии с законом, с учетом, да, такое возможно. Но в настоящее время таких полуполномочий органов опеки и попечительства еще в настоящее время не реализовывались. Точку в деле поставит суд. Кроме того, мужчину, который спас детей, вознаградят, пообещали в районной прокуратуре. Если бы не он, то эта история, возможно, закончилась бы иначе. Елизавета Рябова, Санджи Шагжин, телекомпания «Оригус».